Девушки отдыхают Мы в посольстве работаем, мы же не просто так вот с шарашкиной конторой приехали На данный момент мы вас не пропускаем, не пропускаем люди в транзитный зал Нам на руки выдали официальный отказ с формулировкой Документально не подтвердили цель своего визита И предложили скоротать ночь в пустом транзитном зале Мы предоставили все необходимые документы, где написано, где мы будем жить, что мы будем снимать Мы показали переписку нашей телекомпании с Молдовским Министерством иностранных дел Показали все телефоны, наши контакты Это невозымело действие и нас отправляют обратно в Россию В Кишиневе нам помогал местный журналист Когда нам отказали, мы попросили его съездить в Бендер и все-таки снять необходимое видео Но на границе Молдавии и Приднестровья, а Бендеры второго привлечения города этой непризнанной республики Молдавские спецслужбы остановили и его И прямо объяснили, мы знаем, зачем вы едете, не стоит заниматься этой темой Если не бросите эту затею, арестуем Мы журналисты, мы не террористы, мы не преступники, мы не находимся в розыске Нас выслали первым же рейсом, коллегу заставили молчать Интересно, а как быть с пресловутыми демократическими ценностями? Например, свободы слова, которые якобы так ценятся в той самой Европе В объятии которой упорно стремится Молдавию вслед за Украиной И какие же все-таки тайны скрывает маленький городок Бендеры? Несмотря на все препоны, нам удалось записать людей, которые знали Петра Порошенко в его доолигархический период Эти люди публично заговорят впервые Порошенко и семью знаком с 1977 года Это сейчас Василий Берил галисит по Бендерам за рулем старенькой шестерки А в советское время он на представительской Волге возил Алексея Ивановича Порошенко Отца нынешнего украинского президента тот был директором завода И когда требовалось что-то отвезти в Киев, где учился сын Петр Посылали служебную машину за 500 километров Забыл свою куртку, послали Волгу в Киев Отвезли ему куртку, чтобы Петя не замерз В городе семья Порошенко была на хорошем счету Отец-управленец, член, заметьте, коммунистической партии Мать-преподаватель в техникуме Но в Бендерах у отца будущего олигарха проснулся предпринимательский талант Его завод делал деревянные кузова для самых популярных советских грузовиков В том времени ГАЗ-51 и ГАЗ-53 Порошенко-старший не только подделывал отчетность на заводе, чтобы получить премию Занимался обыкновенными приписками Но и напрямую воровал материалы, за что получил уголовный срок 5 лет Много леса списывалось, они вроде бы через Москву как-то там его списывали Где-то какие-то тачи строили Но не только этим запомнился Алексей Иванович в Бендерах Настоящим шоком для местных стало известие, что директора их завода Поймали в Финляндии с контрабандной водкой Причем производство суррогата он наладил в промышленных масштабах Закупал ворованный спирт, благо в Молдавии с этим проблем нет А потом подпольно разливал левый алкоголь Когда его задержали на финляндской границе с водкой Да, вот его коллектив тут перестал вообще это уважать Уже этот первый бизнес принес Порошенко старшему прибыль Помимо служебной в семье была личная Волга А также неплохие по тем временам сбережения Которые, впрочем, они пытались скрыть от следствия Переправив крупные суммы денег родственникам Водитель Василий Берил был понятым на одном из обысков Знаешь, там, по-моему, где-то около 12 тысяч рублей Вот, искали, нашли, что Алексей Иванович перечислил на них вроде бы как в долг Вот такая картина 20 тысяч рублей по советским меркам огромная сумма На нее можно было купить два новеньких автомобиля, например Так что, когда олигарх Петр Порошенко рассказывает, что нажил свое состояние с нуля Он как минимум лукавит Деньги в семье были Отец дал стартовый капитал и научил сына основам коммерции Более того, по мнению экспертов, именно Порошенко-старший Является создателем бизнес-империи И лишь в последние годы отошел отдел по старости Ему сейчас 78 лет Впрочем, сын вознаградил отца Алексей Порошенко Бывший расхититель государственной собственности Бывший уголовник, теперь герой Украины Империю строил отец Порошенко А Петр Алексеевич у нас банальный мажор То ли дело его папа То есть империей Порошенко по большому счету занимался его отец и наняты им менеджеры В начале 90-х, когда на Украине хронически не платили зарплату, а люди промышляли даже торговлей окурками от сигарет У фирм Порошенко товар оборот уже измерялся тоннами и миллионами Петр тогда только заканчивал аспирантуру, строил семью Его жена, кстати, дочь замминистра здравоохранения Украинской ССР, очень удачный брак А занимался семейным бизнесом тогда старший брат Михаил, но он погиб в 97-м Кто-то говорит, заказали по официальной версии автокатастрофа Это самая темная страница в истории семьи Порошенко О которой напоминает бюст в фамильном склепе и рыболовецкий траулер Михаила Порошенко Спущенный на воду в 99-м на заводе, принадлежащем семье Слухи были такие, что там и Петро был замешан, там в 90-е годы вроде бы Подстава была брата вроде бы, но насколько все это ясно было, черт ее знает За разговором Василий по старой памяти без труда находит дорогу к девятиэтажке Где в 18 лет в Бендерах жила семья Порошенко В 70-е это считалось элитным жильем, вот директора тут и поселили Соседи партноменклатура, передвиги производства Их квартира номер 27, седьмой этаж, за деревьями сейчас не виден Днестр На этой площадке молодой Петя Порошенко гонял вот так же мяч со сверстниками, но редко Он был достаточно умный, но вот именно отталкивал своим высокомерным надменным поведением Виталий Урсакий учился вместе с Петром Порошенко два года Вместе они ходили в автокласс, получали права категории С на тех самых грузовиках Для которых завод отца Порошенко делал запчасти Эти классы и связи семьи помогли Петру потом хорошо устроиться в армии Возил командиры части Но среди сверстников статус сына директора завода скорее отталкивал от Порошенко-младшего Он понимал разницу между собой и между нами И собственно не старался как-то налаживать какие-то контакты Они ему просто были не нужны Это отношение к людям, неравным себе, Петр Порошенко сохранил на всю жизнь Как отмечают эксперты, олигарх Порошенко, а президент Украины до сих пор не избавился от бизнеса, делит людей на тех, кто помогает ему зарабатывать деньги и тех, кто мешает Громкие скандалы сопровождали карьеру шоколадного короля, когда по его приказу выгоняли людей из общежитий, принадлежащих ему заводов Или когда под собственное имение, под Киевом, он забрал кусок земли у санатория для слабовидящих Относится к людям он омерзительно, считает их биомусором, а себя очень крутым и удачным бизнесменом Для него люди это тараканы, которые мешают ему зарабатывать деньги Журналисты отметили еще одну его особенность родом из детства Порошенко ругается только на русском Дело в том, что для украинского президента мова не родная Ведь вырос он в Молдавской СССР, конкретнее в Приднестровье, а там украинский не преподавали в школах и не преподают Так что самые острые моменты Порошенко выражается как привык Вот сказать, что ты еще меня обвинил, христа на тебе нет Я виноват в том, что людей 70 получат Еще одна особенность Порошенко с детства обладает вспыльчивым и задиристым характером В Бендерах поговаривают, что из-за этого его лишили медали в школе Не по годам росло и крепкий Петро не раз затевал драку со сверстниками Он и в политике потом не раз бросался с кулаками на оппонентов Когда те задавали неудобный вопрос или говорили что-то против Кидается ко мне, вот передо мной стоит И он такой, начинает держать Он просто не кричит даже, держит Я думал, ты мне друг А ты не друг, зачем ты мне эти вопросы задавал? Ты ж... Я тебе сейчас морду набью Бойцовский характер Порошенко ковался в стенах вот этой школы Олимпийского резерва в городке Бендеры Сюда он пришел в 12 лет и до самого своего отъезда в Киев регулярно ходил на тренировки Стал мастером спорта Здесь тренировался Петр Порошенко Этот зал, эти стены, этот ковер, те же брусья остались, тот же турник, те же гири В этой же школе в далеком 71-м году две недели на сборах тренировался и нынешний российский президент Владимир Путин О своих высокопоставленных учениках в маленькой спортшколе помнят У нас стенд, вот где изображен Путин в молодости со своим тренером Но отношения к одному и к другому президенту в этой школе борьбы разные с недавних пор Пока Порошенко был простым политиком и бизнесменом, он тоже висел на доске почета Это кадры прошлого года Но когда он стал президентом и начал к гражданам страны относиться, как привык относиться к подчиненным Сняли мы фотографию Петра Порошенко по решению Тренинского совета год назад Вот, мы посчитали нужным, что на данный период времени мы не можем им гордиться Не можем гордиться Вердикт земляков украинского президента после его первого года у власти Так говорят люди, у которых никогда не было иллюзии относительно того, кто такой Петр Порошенко Как он заработал свое состояние и как готов уничтожить всех вокруг ради собственного тщеславия и материального благополучия Виталий Воронин, Татьяна Бородина, Андрей Перфилев, Александр Бекер, Пятый канал Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!